В начале выпуска хочу вас порадовать очередным соцопросом Высшая школа экономики Да, меня тоже радует, что данному источнику хотя бы доверять можно Так вот, Высшая школа экономики провела исследование и выяснила Что 70% россиян не хватает денег даже на регулярные траты Для тех, кто не догнал, давайте переведу Мы живем в самой прекрасной стране мира Все остальные страны нам завидуют Вот только 7 из 10 граждан этой прекрасной страны живут уже даже не от зарплаты до зарплаты А от зарплаты и до сколько протянем Как тебе такое, Илон Маск? И ведь обратите внимание, мы говорим сейчас не о бездельниках, не об алкашах Мы говорим о работающих людях О людях, которые стараются приносить пользу обществу Которые не сидят сиднем, а каждый божий день Уносят свою лепту в развитие экономики страны Но вынуждены себе отказывать теперь даже в элементарных вещах Я понимаю, о чем речь Грубо говоря, человек сменил тариф на мобильном, на подешевле Или вообще отказался от телефона Думал купить новые сапоги для жены на зиму Но посчитал дебет с кредитом и решил, что она пока походит в старых А еще отказался от кружков и секций для ребенка Перешел на нездоровое питание На какие-нибудь недопродукты Марки «Красная цена» и так далее И так далее, и так далее Зато у нас строят ракеты В сколько-то там махов Никто их, правда, не видел А еще деды воевали Почти сто лет назад Вот этого у нас нять-нять Прорыв, рывок, толчок и пирог Начинаем! Кстати, интересное наблюдение сделала моя коллега из Новосибирска Мария Лондон Подслушал эфир Эхо Москвы И они там обсуждали великого кормчего И вот журналистка задалась рядом совершенно справедливых, на мой взгляд, вопросов Вот смотрите, сказала Наш дедушка упорно продвигает в массы Самую прекрасную вакцину на свете Спутник В Который, если верить царской балаболке Пескову Главный привился Эффективность которой, если верить Гинсбургу и Голиковой Аж 98% Вопрос Че он тогда в бункере-то сидит Носа оттуда не высовывает Какого мы тебя должны содержать на карантине тратить На это огромные бюджетные деньги Почему огромные? Да потому что не только ведь его на карантине-то содержат Но и всех его приближенных халуев Какие-нибудь летные отряды Охранников, поваров, уборщиц, водителей И бла-бла-бла Даже пропагандистов из кремлевского пула И каждый день Налогоплательщики, которым не хватает на текущие расходы Как выяснили эксперты из высшей школы экономики Башляют Дабы вся эта неработающая толпа Не дай бог не оголодала Еще раз Самая лучшая вакцина Эффективность 98% Никто такой эффективности больше не дает А старец в бункере шифруется И все это встает нам в копеечку Так может нам просто не все рассказывают Или лишние деньги у Минфина появились как вариант Несмотря на то, что во многих странах Цифры заражения коронавирусом идут вверх Итальянские власти решили не отменять Не переносить саммит большой двадцатки Другое дело, что не все смогут здесь присутствовать Лично, как например лидеры России и Китая Владимир Путин выступит по видеосвязи Вообще я удивляюсь Чем больше нам лопочут о том, что надо немного потерпеть Мол, непростые времена настали и так далее Денег нет, но вы держитесь короте Тем чаще натыкаются на новости, что наше государство При этих-то раскладах умудряется тратить бюджетные средства Фиг поймешь на что Вот Путина два года маринуем в бункере С целой дивизией обслуги Еще одну дивизию посадили на карантин Потому что А вдруг кто-то царя нашего заразит Ну какой-нибудь штатный лизун Паша Зарубин Когда придет снимать очередной его трюк Словли и ручки Эти люди, повторюсь, не работают Они просто сидят на приколе и проедают бюджет Про пять вакцин Неустанно напоминаю Пять вакцин в нашей стране Они сделали на кой ляд столько Парады какие-то то и дело Проводим с салютиками Эти парады нам тоже в такие траты обходятся Лучше тех цифр даже не озвучивать Или вот Юля в крайнем эфире сказала В своей программе О том, что российским школам Выделили миллиард на установку триколоров на зданиях Час тут ума сошли Дети на трудах те триколоры смастерить не могут Разве ну что за бред Мы блин живем в условиях кризиса В условиях пандемии Нам с утра до вечера О страшном коварном коронавирусе Рассказывают из каждого утюга А бабло в то же время Вливают не в здравоохранение Нет А впускание пыли в глаза Ну какие вам еще нужны доказательства Если за три последних года Бюджеты федеральных телеканалов Увеличились вдвое С 60 миллиардов до 120 Это только про телеканалы Мы сейчас говорим про газеты Журналы Информагентства Правильно ориентированную блогосферу Пока молчу Цены на продукты будут расти Нам будут задавать вопрос Почему растут цены? Мы что будем отвечать? И кстати Рост цен то ведь тоже Туда же Это только в кривом зеркале Владимира Владимировича Нас пытаются убедить Будто не растут эти цены Там оно и кажется Впрочем поражает другое Почему люди продолжают И верить тем бредням? Это реальная журналистика Что ж ты милая Смотришь искоса Низко голову наклоня Представили да себе Вот эту вот картину? Вот оно и будет Темой сегодняшнего выпуска Поехали! Информационные технологии Плотно вошли в нашу жизнь Дальше больше Автоматизация процессов Новые модели поведения Все это придумывают И делают люди Которые работают в IT сфере Важно понимать Что занимаются он Им не только программисты Есть огромное количество Специальностей Которые пока Не так известны Но уже востребованы Одна из таких Системный аналитик Системный аналитик Это человек Изучающий бизнес И определяющий Как можно повысить Его эффективность С помощью информационных Технологий Он создает требования К системе Проектирует Технические решения Ставит задачи Команде разработки Такой спец Не просто понимает Внутреннее устройство С технической точки зрения Он способен Переводить С языка бизнеса На язык разработчиков Без системных Аналитиков Сейчас не обходится Ни одна крупная IT компания Поэтому спрос На них вырос На 318% С 2019 года А зарплаты Более чем достойные От 150 тысяч рублей Где этому научиться Школа Продакт лайф Фокусируется Только на практике Никакой ненужной теории Меньше слов Больше дела У вас мало времени Методисты Продакт лайф Это понимают Удобный формат Обучения Вы сами Составляете Расписание В любой момент Можно взять паузу Например Для отпуска Или командировки Вас не бросят Менторы Преподаватели И кураторы Останутся на связи Уже во время курса Вы сможете устроиться На работу По специальности И зарабатывать Хорошие деньги Карьерный центр Школы Поможет и с этим Я уверенно Рекомендую Обучение Именно в Продакт лайф В ребятах Отличные отзывы На независимых Ресурсах Переходите По ссылке В описании И регистрируйтесь На курс Системного аналитика Со скидкой 50% По промо-коду Журналистика Поторопитесь Скидка действует Всего неделю После выхода видео А вот из свежего Накануне подвезли Уоллстрит Джордал Написал статью Во славу Великого Кормчивого Президента мира Это я цитирую Российских Пропагандистов Сейчас Заголовок Путин развеял Миф о слабой России Заставил Запад Жить По своим Правилам Оттуда же Россия Это не слабое государство Которому реально Навязать свое мнение Авторы материала Считают Что за время Своего президентства Первому После бога Удалось сделать Многое Чтобы укрепить Позиции Москвы Во многих сферах Модернизировал Армию Например Улучшил Международную торговлю Топливом Окружил Свою страну Кольцом Дружественных Государств Кстати Вот этот пункт Вообще повеселил Это кто это Вокруг нас С нами Все еще Дружит Украина Может быть Грузия Молдавия Страны Балтии Хотя вы знаете Я поначалу Тоже повелся И даже Грешен Каевс Предположил Да неужели Журнал Wall Street Джинсой Начал баловаться Джинса На нашем языке Это скрытая Заказуха Потом успокоился Отключил эмоции И заглянул В первоисточник Ребят Я давно Так не ухахатывался Ну вот она Эта статья Для тех Кто не знает Английского Буду переводить Во-первых Называется Совершенно по-другому Для Путина Украина Всегда была Лакомым кусочком Вот Настоящее Ее название И неглупый человек В общем Поймет Какой тон В всей этой статье Задает данный заголок Во-вторых Именно Она вообще Не о величии Путина В ней Авторы Перечисляют Некие Тревожные По их мнению Факты Ну такие Как Границы С Украиной Стянуты Войска Численностью Более 100 тысяч Человек До того как Кремль Шантажировал Европу Перебоями В поставках Газа На днях Москва Испытывала Противоспутниковое Оружие В космосе До этого С диктатором Лукашенко Разыграли Миграционный Спектакль Близь Польской Границы То есть На самом-то деле Авторы Как бы задаются Вопросом Об адекватности Русского Царя Пытаются Подтолкнуть Читателя Как данной мысли Это все Ну нет Там того О чем Трезвонят В РФ Гунишки Просто перевернули Историю С ног на голову Расчет В данном случае Понятен Из сотни человек Прочитавших Такой пост В условных РИА новостях В лучшем случае Только один Захочет Ознакомиться С оригиналом С первоисточником И вот тебе уже Обманули дурака На четыре кулака Кто как обзывается То так и называется А теперь господа Просто представьте Сколько бабок Ушло Только на одну Вот эту вот утку По переверанию Статьи Из уважаемого издания Ведь всю пропагандистскую Паству Мобилизовали Они сидели Придумывали фейки Затем Тиражировали Те фейки Продвижением Их занимались Ботов Тролли Подключали Дабы Комментов Набили побольше Создали иллюзию Будь то народ Этим всем Интересуется И все ради Одной Единственной Сказки На один Единственный вечер Для патриотов Хорошо Может быть Предыдущий пример Для вас Слишком сложный Давайте более понятный Вот сейчас вы услышите Моего любимого Пропагандиста Антона Красовского Че к этому видео Возмущается По поводу Высказывания Рэпера Моргенштерна Ну помните Артист заявил Что не понимает Празднование Дня Победы И дальше Кстати Объяснил Что именно Он не понимает Это случилось Сто лет назад Почти Может быть Нам пора Уже какие-то Свои победы Начать совершать И масштабно Отмечать именно На их А не гордиться Чужими заслугами Шуму было Сами Помните А вот теперь Внимание Красовский Я самого Чуть не вырвало От этой трусости И лицемерия Ничего Алик у тебя не вырвали Ни язык Ни контекст Хотя что-то одно Может и стоило Много Значит мы тратим На день победы На прошлое На память Зачем так много Можно было бы На новые победы А можно было бы И вообще сэкономить Хотите посмеяться Сейчас вам покажу Того же Красовского Только Через тремя годами Раньше Когда он еще Не продал Пусть будет совесть Госпожа Симонен Просто послушайте И сделайте выводы Почему Главным движущим Или движущей силой России Является Прошлое И почему Мы все готовы Объединиться Вокруг прошлого Почему мы готовы Убить друг друга Ради прошлого Но совершенно Не интересуемся Нашим будущим Тем будущим Ради которого Тем будущим Ради которого Погибли 42 миллиона Человек И они там Все такие Это абсолютно Беспринципные Лукавые люди Которые С утра до вечера Только врут Ну правда Врут не из любви К хозяину А за деньги За наш с вами Счет Между прочим Причем не хило Мы построили За 21 год Ну ведь Не поспоришь Все Переваривайте Это была реальная Журналистика Уже За рамки Хронометража Вылезли Увидимся Услышимся Пока Пока Редактор субтитров Редактор субтитров